И простимся. Раскидай, раскидай, сделан по старинке. Раскидай, два кидай. Мячик на резинке, он тяжеленький, тугой. Нитками обмотан, а под розовой фольгой. Под бумажкой, что там? Раскидай, раскидай, пляшет по бульварам. Раскидай, два кидай, и почти задаром. Это мне, это мой, я не потеряю. Принесу его домой и расковыряю. А кто помнит, что там было внутри? Правильно, то же самое, что в голове у Винни-Пуха. Да, опилки. И тоже вот из этого цикла, но грустное стихотворение. Про бумажный зонтик. Расписное, а потом задам глубокий философский вопрос. На него у меня обычно отвечают третиклассники почему-то. И всегда почему-то очкастые третиклассники. Расписное веретенце, зонтик из бумаги. Он не защитит от солнца, не спасет от влаги. Может, он измяться скоро и легко порваться. Но от яркого узора трудно оторваться. Осторожно, не сминая. Подняли, раскрыли. Он, как бабочка цветная, расправляет крылья. Он, как парусник надбездный. В поднебесной шире. Однодневный, бесполезный. Самый прочный в мире. Вот обычно я тут спрашиваю, ребята, почему это бросовая вещь, которую выкинули в мусор в тот же день? Почему она самая прочная в мире? Почему? И обычно сначала первыми технари такие, технари такие, научники, поднимают руку где-то в третьем-четвертом классе. И говорят, ну потому что он сделан из сверхпрочного там свинцового гипсокартона. Нет, не поэтому. И титанового сплава. Нет, тоже не поэтому. Вещь, повторяю, совершенно бросовая и была выброшена в первый же день. Почему? И вот постепенно, постепенно, минуты через три-четыре, когда я уже начинаю спрашивать, а где он, собственно, так хорошо сохранился, вот тут-то они начинают отвечать и громко кричат либо в памяти, либо в душе, либо в сердце, либо в голове. Я все эти ответы, в общем, принимаю, потому что это все правда. У нас с вами есть такая консервная банка универсальная под названием «Память», в которой живут все наши ушедшие, уехавшие, увезенные родителями друзья. Я книжки старые, которые мы давно потеряли, игрушки поломанные, которые давно выкинуты на помойку тоже. И все, все, что было нам когда-то дорого, там живет, и благодаря этому, в общем-то, мы с вами так относительно неплохо сами сохраняемся. Спасибо за внимание. И если у вас есть какие-то вопросы, то я на них отвечу. А если вам хочется подписать у меня какую-нибудь книжку, то я вот через некоторое время двинусь в сторону розового жирафа.